здравствуйте мои дорогие подписчики гости моего канала сегодня в обзоре цветущих фиалок вот такая красавица с очень красивыми запоминающие миссия вишневыми цветами и к гвоздика в золоте данное растение данная фиалочка вот так вот красиво цветет первый раз это первое вообще цветение второе но первое обильное цветение это фиалки почему гвоздика в золоте во первых очень красивые махровый бахромчатые вишневого цвета достаточно крупные цветы они будут еще крупнее когда фиалочка будет взрослой то есть на третьем четвертом и так далее цветениях эти цветы будут еще еще больше в диаметре махровые очень красивые нежные лепестки это прям вишневый вишневый красивый цвет сами по себе удивительные цветы но еще эту розетку украшают и вот такие вот красивые листья это золотистая пестролистность на розеточки что очень красиво есть просто зеленые листики и есть листочки вот с такой красивой пестролистностью это вот называется золотистая пестролистность она будет может быть желто-розовато-бежевая в зависимости тоже от условий в которых она находится то есть если фиалочка получает достаточное количество света появляется вот такие вот красивые разводы вот на этом листочки видно по мере роста по мере того как она будет получать свет таких листов с пестролистность вот здесь она уже начинает проявляться будет все больше и больше фиалка будет действительно очень красивая она будет гвоздикой в золоте цветочки особенно вот эти вот мелкие очень напоминают по форме гвоздику с ее такой набивной махровой вастью с ее большим количеством лепестков конкретно по этой фиалке могу сказать что уход стандартный как за всеми пестролистниками аккуратно с азотными удобрениями потому что они пестроту с листьев убивают и достаточное количество света вот такая как красавица селекционера елена коршунова и к гвоздика золоте всем рекомендую потому что она является действительно украшением не только из-за красивого цвета и формы цветов но и за красивой розетки розетка очень аккуратная вообще это стандартная розетка здесь вот она еще не очень большая потому что молодая у меня очень много молодых розеток которые я сама вижу в первый раз вот в таком хорошем цветении поверьте мне цветочки достаточно крупные вот такие все красивые такие гвоздички розочки очень очень красивая фиалка всем всем рекомендую кто любит фиалки и вот такая еще прекрасная фиалочка в этот же обзорчик фиалка сорта р.м. евдокия селекционера с корняковой фиалка для любителей фэнтези фиалка р.м. евдокия поражает конечно всех любителей фиалок вот своим вот таким вот очень красивым окрасом сейчас поправлю чтобы это было лучше видно цветов это необыкновенная расцветка это розово-коралловые цветы вот с таким красивым синие фиолетовым фэнтези вот такие штрихи разводы и необыкновенные на цветах называются фэнтези у фил фиалочников у фиалководов у селекционера фиалок это конечно красота это пирожар птицы это вот такой вот краб это разводы как здесь это нечто нечто вообще невозможное красивая и вот это сочетание кораллово-розового цвета и вот такого фиолетового цвета на цветах необыкновенно цветы достаточно крупные на длинных цветоносах фиалка очень хорошо стоит она держит вот цветоносы очень хорошо они не разваливаются стандартная вот такая зеленая розеточка вот хочу на примере этой розетки вам показать что если не очень много места на полке она получается вот такой немножко кривоватой но сейчас она получает достаточное количество солнечного света на подоконнике они у меня на западную восточную сторону очень удачное расположение для фиалок это лучшие окна лучшие подоконники на которые можно поставить фиалку и выравнивается потихонечку розетка на расправить свои листочки нарастет их как надо и будет в общем очень симметричной красивой хорошая красивая нарядная фиалочка я всем всем рекомендую посмотреть какая красивая кроме того вот хочу на примере этой фиалки показать что вот эти все нижние листочки которые вот они уже видно что он здесь вот совершенно не нужен вот этот лист можно убрать нижние листья с фиалки надо почаще убирать когда они особенно уже застаревают их можно укоренить хотя и говорят что для корень укоренения берутся более верхние листы но я вам честно скажу и нижние листья прекрасно укореняются если они здоровы не поврежденные и дает прекрасно соответствующие сорту растения поэтому не бойтесь их укоренять смело берите укореняйте эти листочки если оголиться стволик вот там вот дальше когда вы уберете лист нужно просто подсыпать землю вот в условиях этого горшка вот видно что тут есть место можно просто подсыпать свежей земли а вот этот листочек убрать вот такая красавица р.м. евдокия посмотрите какая необыкновенная расцветка очень очень красивые цветы вот такие штрихи красивые и она достаточно неприхотливая нормально растет нормально цветет никаких лишних усилий не требует вот такой вот красивый цветок тут немножко что застряла вот конечно махровости на этих цветах мало те кто любит махровые цветы может быть отчасти где-то разочарованы но здесь все вот именно в красоте цветка это необыкновенно красиво подписывайтесь на мой канал забегайте в гости я обещаю вам показать еще очень много красивых растений красивых фиалок цветущих фиалок рассказать об особенностях поделиться с вами секретами у меня на канале есть очень много видео по уходу за фиалками забегайте смотрите оставляйте комментарии буду вам очень признательна берегите себя и своих близких будьте здоровы пока